привет друзья мы продолжаем наши прогулки длиною 700 шагов по литве и сегодня начнем отсчета с математической точностью с нуля это значит что мы находимся там где начинается улица басанавичуса литва и европейский союз на границе в нашем случае на границе с калининградской областью вот она здесь буквально рукой подать это небольшой город на западе литвы который в полной мере ощутил на себе все исторические перемены события и сдвиги имевшие место на карте европы за последние лет 300 многие исторические фигуры проходили или проезжали через него можно даже сказать что они здесь переходили из одного мира в другой и это происходило именно здесь в кибартой а нашим проводником и собеседником сегодня станет первый мэр кибартой после восстановления независимости литвы общественный деятель и гид витас катка вичус нас приветствую вас приятно что согласились с нами сегодня погулять по вашему родному городу хотя насколько знаю вы сюда приехали тоже когда-то не не родились здесь но приехали сюда да тут не родился только приехал тысячи девятьсот шестьдесят девятом году но уже давно и так получилось что этот город стал вашим городом конечно сейчас сейчас мы с вами находимся на пешеходном пешеходный мост над железнодорожными путями и вокзалом и в его и вокзал очень такой известный насколько я знаю потому что здесь в девятнадцатом веке была построена огромная станция когда прокладывали дорогу до до границы тогда царской россии вот здесь вот буквально был край да еще наверно тысяча восемьсот шестьдесят первом году была построена эта железная дорога и то же самое было построено и вокзал вокзала был очень красивый очень большой он имела высший класс и такой вокзал лучше был только в санкт-петербурге и там были царские царские комнаты комнаты отдыха и так далее так далее для чего это нужно было для того чтоб царь сюда каждый год приезжал по несколько раз и он выходил он тут отдыхал и так далее но тут была причина остановки поезда для чего потом почему потому что в киборта я кончились рельсы они были шире на немножко как в европе и все поезда тут останавливались надо было перед переходить в другие поезда и так что тут для такой причины и был создан этот вокзал большой такой то есть поезд подходил по колее вот этой царской россии более широкой сюда люди выходили из него багаж и переходили в другой поезд который уже шел восточную пруссию тогда получалось германия восточная пруссия то есть это было по сути вот граница тогда царской россии откуда люди смотрели уже в европу сейчас наоборот это ворота в европу так что здание было очень красивая и но сожалению 1944 году она была разбита в самолете залетели и разбили все но тут это уже только маленькая станция вот это вот сейчас и она только вот такая осталась тут есть далее даже подвал большой который оставлен еще показ показать показывает сейчас какая была огромная здание так что была очень красивая здание сейчас тоже тут красиво но это уже только по сравнению тем временами очень мало маленькая а вот эта часть моста она нас ведет в другую часть города другую часть города потому что рейлси железная дорога разделяет город на две части одна часть и вторая часть так что мы считаем что эта дорога давно уже разделила это это наш город и там тоже живут люди там тоже то же самое что колокол нас зовет два раза играет музыка так что мы вам довольно весело сейчас мы как раз подошли к костелу католическому который если дословно переводить на русский язык то он бы звучал наверно так как костел причащающегося искупителя если дословно перевести по-литовски как и изгонит и изгонитая костел построен 1928 году по проекту в ландсберге сожжем колес скажем сразу что это отец другого архитектора независимости литвы виду слава но довольно уникальное строение потому что как видите отдельно башня это современная уже костел современный костел пол греется электричество выбора вырабатывает так что но самое главное что в этом костюле работал и пла пускай кроника наши себе тостом кевич из который тут работал он как раз я тут начал искать роник та самая хроника которая потом распространялась и тут интересно то что вот эта улица называется дарвинаса единственное название такое только в литве есть до костел и улица дарвина как это раньше было будет собачки чёс но 3 советское время советское время для какой цели не очень-то знаем но предполагаем это просто специально сделано и сейчас она мы привыкли к этому названию и улица дарвина уже все знают тут проходят и концерты духовой оркестра и концерты свои проводят другие мероприятия нас она очень ценится сейчас мы подходим и доски это для виргинию серио гелис он была католический священник и когда началась выпускаться кроника он начал распространять ее открыто довольно распространять и так получилось что его арестовали он был закрыт в тюрьму и после того как вышел он уже заболел и умер так что это человек который очень много очень много выдели свое время для кроники и кроники католической церкви да и что ее распространение она была наказуема со стороны именно вот репрессивных советских властей да да это пьяно это верно но это есть деревянная скульптура которая построила построена тогда когда было упоминание десятилетия для когда выпускалась кроника так что ночью ее поставили и это как символ десятилетия выпуска кроники сказать важно очень элемент литовской скажем тогда опять же такой церковной религиозной народной архитектуры до резные изображения святых и иисуса по-литовски это называется каплиц тульпис в русском языке нет а одного слова который бы определила как бы вот именно такое достроение и тут же дедам с храмом памятник и саку левитана да и сак левитана разился тут кибартае он жил тут да и саку левитана разился тут кибартае до 10 лет и потом когда он начал хорошо рисовать пейзажи такие вот правили санкт-петербург и он там научился но он в кибартае уже не вернулся и в россии он 35 лет 35 лет прожил и умер от воспаления легких так что этот памятник уже давно поставлен и он считается что наш человек так что литвак да можно сказать он еврей наверное что и литвак да и таком образом он этот памятник он давно уже стоит и и мы этим гордимся его отец он работал же на железной дороге надо второй человек второй человек который обязательно надо упомянуть это эмилий млинарский он композитора скрипач и самое главное что он по его помню это он создал в варшаве консерваторию и то же самое в кибартае он родился и жил и они все приехали сюда когда строили железнодорожную станцию и они были как переводчиками на самом деле не часто так бывает что на одном вот месте или иначе говоря на одном печке столько разных интересных исторических объектов которые можно посмотреть и с которыми можно познакомиться да сейчас мы подходим еще когда было ну это уже недавно построен юнас Вейлаукайтис и юзас Вейлаукайтис считается что юнас Вейлаукайтис он сигнатор и он считается что самый богатый человек перед войной был чем он междо военное время чем он такой был хороший чтоб его даже ему им поставили памятник он самое главное чтоб он начал строить кирпичные заводы раньше литва была стройность строилась с глины дома были длинные но он решил что надо построить кирпичные заводы и он начал строить их и три кирпичные заводы построил приобрел и другие реконструировки борта и и таким образом кирпич очень хороший был красный твердый хороший кирпич и самое главное что он для нас сделано бассейна и он сейчас у нас есть зона отдыха иначе мы никакой речки ничего не в кирпич борта и нету так что сейчас то отдых отдыхает там горожане все до сих пор до до сих пор до сохранилось вижу что там старое кладбище здесь уже современно и в кибарты сколько все сколько всего кладбище но я сколько посчитал кибарта и с 8 кладбища это православные это наши литовские там военные кладбище был внутри есть немецкие до есть и первом это кладбище первой мировой войны еврейские кладбище но еврейские кладбище уже не самом городе но совсем ряда есть так что кладбище имея много все остались после войны второй мировой войны и их присматриваем и как видите вот такие кладбище сейчас подошли мы тому месту где тропинка антанаса сметоны президента президента прежвоенной литвы антанаса сметонаса 1940 году 15 июня после того как он согласился подписаться я вместо и матом когда советский союз тогда и тут сюда он приехал что перейти в границу перейти в гарманию и ему это с первого раза не удалось официально среди ему просто не разрешили тогда он вернулся обратно и по этой дороге ну конечно тут такая тропинка не было но было пор и просто болото он в этом месте шел и перешел границу граница совсем рядом сейчас она так что она он перешел неофициально самое главное то что президент он единственный президент когда который последние свои часы был в кибортае он тут полдня пробыл и поздно вечером и поздно вечером ночью было около полдвенадцатого вечера ночью почти перешел вот как раз в этом месте перешел потому что то сообщество наше их поставил этот камень чтобы назначить показать где он перешел пересек границу берния он посмотрел что он не передал никому власть тогда он перенаписал называемый кибарту акт с гибартайский акт гибартайский акт в котором он как раз свое полномочие все власть отдает стасису лозорайтису и освобождают с занимаемой должности меркиса это скажите а уже памятный камень с надписью он стоит несколько лет ну все четыре года стояда до стоит потому что в двадцатом году восьмидесятилетие было получается да и как вы вообще видите наблюдаете стал объектом притяжения для туристов для жителей литвы которые приезжают кибарты конечно кибарта и от притяжения это два объекта этот и подвал на подвал которые будем смотреть если будем посмотреть это два такие но конечно и кроника кроника вот как раз на улице дарвина это 3 3 главные объекты но сейчас стал четвертый объект это пограничники потому что это это ворота в евросоюз но мы там рассказываем показываем и так далее так далее значит два или три часа полностью туристы заняты занятые рассказыванием показываем так далее пока вы рассказывали о этом памятном камне с надписью о судьбе сметоны и о том как люди но любят пополитизировать подискутировать правильно он сделал неправильно сделал и я думаю что самый лучший наверное вариант для каждого кто об этом задумывается просто попробовать себя поставить на его место и и в таком случае ну как бы решить самому для себя насколько там мотивированным аргументированным правильным неправильным был его шаг потому что наверняка судьба других руководителей тех же самых стран балтии или видных политических деятелей там литвы независимой его бы точно ждала после того как чтобы он оказался в руках попал бы в руки советской власти другой момент насколько я понимаю такой переход и не знаю не говорят побег другие говорят переход но он означал это что где-то за границей есть настоящий президент страны которые своим одним своим существованием доказывает что та страна была когда-то независимая она потеряла эту независимость не потому что там она как-то так захотела потому что кто-то пришел ее отобрал мне кажется что вот с этой точки зрения это тоже очень важно конечно но она я когда рассказывал всегда говорю что он правильно он сделал правильно смотря с лишней его как он личность потому что каждый свое себя берегет бережет и я всегда сравниваю что случилось это с президентами эстонии и латвии а он все-таки четыре года еще руководил стране не то что руководил но все-таки как президент было и он много хорошие дел тоже делал там и самое главное что сейчас наши люди но сейчас уже не так но некоторые говорят что он убежал так далее оставили страну нашу и так далее это верно что асан но другой выхода не было потому что его заставили бы подписать и всякие документы которые значит для потери своей значит литвы и как государственного государства а сейчас а такие документы он не подписал значит другое уж совсем другое дело было девяносто первом году и так далее когда независимость надо было восстанавливать независимость так что он я думаю мое личное мнение ему более другого выхода не было когда туристы приезжают я всегда всем рассказывал что это речка которая называется лепона очень знаменитая чем это граница которая 600 более 600 лет не менялась она не одну ни другую сторону не поменялась такая граница есть всего в европе единственная это по договоренности мельноса влад это это в польше которая она она и значит прошло уже 600 лет когда была подписана договор он и нападение с крестоносами с немцами иначе говоря и литва подписала вот это как раз 38 с половиной километра это отвестились отвестились садаса даргаса которая не меняла свои терины он не менялась и то снова пока мы шли от памятного камня там со сметоне мое внимание привлекло вот это здание очень интересное выделяется тоже своей такой архитектурой может быть вы несколько слов скажете о нем а в его истории что не часто увидишь вильнюсе по крайней мере точно таких домов нет вот в риге можно похоже это построена перед войной еще и во время перед второй мировой войны это была гостиница города кибартае и тут были двери с улицы но их заделали конечно сейчас окно это так сейчас окно есть такие шары большие были перед входом тоже убрали и тут сейчас живут люди это несколько семей которые не очень-то хотят ремонтировать капитально отремонтировать конечно это нужно капитальный ремонт это очень красивый дом это сделано по архитектуре немецкой немецкий и ген стиль до модерна с немецким акцентом витас мы видели вот это здание около которого сейчас находимся с пешеходного моста кстати вы тогда сказали но не в камеру наверное важно упомянуть что это самый длинный пешеходный мост над железной дорогой войны в литве которые через железнодорожное полотно железнодорожное полотно да идет а сейчас мы пришли к зданию и которые очень тени со туристами это мы пойдем во внутрь и это здание она построена очень-очень давно это 1863 году и мы сейчас пойдем туда и посмотрим что там что там находится давайте довольно крутая лестница включаем свет я держала мы видим подвал которые там еще больше есть ширина этого подвала 14 метров высота около два с половиной метра от длина 104 метра так что она была построена для сохранения продуктов как склад так склад это имеет это те времена когда была сарская россия сарская россия своей продукции германию иначе говоря европу возила около десяти процентов своей продукции всех через кипартай пошло почему через кипартай через кипартай потому что царская россия имела единственная железную дорогу и она обязательно только через кипартай то есть это были ворота такие это ворота сегодня ворота это как и тогда были ворота так что кипартай очень такой знатный город и сейчас и тогда было это дорога и железная дорога и ворота евросоюз и вы хотим то есть вы есть это союза так что город хочет иметь большое значение для не только для района но и для говоря таким современным языком будет транспортный хаб ну и большинство людей приезжает аскурсанта приезжает чтобы посмотреть этот подвал этот подвал но и не возможностей курибе но по только пускаем сюда только экскурсия там единые которые по одному сюда не придешь так так если захочешь посмотреть очень редко очень редко приходит везде стоит вода еще есть это вода там есть родник и он подается время вот надо надо выкачивать а поскольку тут есть прикрытие от планировки так что вода хорошо вода будет мы видим черную линию черная линия которая это черная линия значит что она стояла здесь да вот вода около 100 лет стояла столько воды подземелье настоящие настоящие подземелье самое главное что тут холод все время постоянно как было около 12 градусов для хранения различных продуктов такое идеальное место до сюда приезжают к этому зданию приезжали припарковали с поезда и через двери которые 4 есть его двери тележками привозили привозили складировали эти продукты и так далее так далее до 1942 44 года это здание было цела не разрушена была только целью четвертом году в июне месяце залетели опять самолеты и стали бомбить но посмотрите три бомбы влетели в это здание но само здание она не разрушена была там вверху сгорело но этот подвал не разрушен почему потому что такая конфигурация кирпича и возложила и кладка и кладка очень крепкое строение так что очень просто было сделано кажется что это было очень трудно сделать но во первых это по проекту немцев и работали литовцы работали русские как это было делано сначала выкопали фундаменты насыпали землю землю сформулировали так что на только негативном и наложили кирпичи землю вытащил выкопали и получилось вот такие то есть вот да придали форму этой вот земле мы сейчас видим изнутри да потом зашпаковали там заделали и так далее придали эстетическую форму истории потому что но и видите какая крепкая 4 двери было знаем точно что там где мы поставили этот вот и там нарисованы ли стена и поезд да это примерно нарисовали так как мы думаем что было привозили этот товар там есть еще туннель где можно пройти до железнодорожной станции еще дальше да но они уже опять сосыпать землей и там построили дом так что мы копать ничего не можем и так копать не очень-то можно потому что охраняется государство это и не то не очень-то можем что-нибудь больше дел конечно нужны огромные средства что все очистить все сделать так что как думаешь и что надо делать это не так-то просто хотя бы мы выложили кирпичами что там не было сыра не было воды потому что мы тут бывает один раз в год концерты то есть здесь еще вот в этом помещении еще проводится концерта концерта конечно переоборудоваться там всякие декорации делается и так далее так далее и очень много собираются людей тут еще такая небольшая экспозиция которая это просто мне дали с таможней это оборудование где литовцы и не только литовцы и провозят контрабанду это сигареты алкоголь и так далее смотрите как ульгу людей фантазия работает азия большая потому что рентгеном просвечивается и все видят так что это учебник как надо провозить но этот все мы вам показывать не будем чтобы не взяли на вооружение но посмотрите как выглядит видос и еще один интересный объект который мы тоже видели с пешеходного моста над железнодорожным полотном церковь александра невского я так понимаю что она была построена как раз тоже в царские времена когда железнодорога появилась в середине 19 века построен 1870 году это строила царская россия для мо для для верующих те которые строили только что железнодорожную станцию ветку железнодорожную но и все дома которые тут строили интересно то что во время не первой не второй мировой войны она совсем не пострадала тут было склад боеприпасов если наши были но больше или меньше бомбардировали их на руку обрушили так это уцелело тело и она какая была такая осталась это храм александра невского александра невичкин по-литовски да александра невичкин александра невского и надо учитывать что это была первая церковь или храм православный который встречал приезжающих из-за границы в царскую россию а это означало что если везли из-за границы например покойника то его чаще всего панихиду проводили здесь да это вот как раз в этой храме и панихида произошла произошла прошла и ивану тургеневу и говоря что даже чехов чеховым еще есть некоторые сомнения что иван тургенев это точно когда из парижа везли из парижа везли сюда я узнать от привезли сюда в ночью но вечером его тут до утра он был тут и наши люди прощали с ним и потом погрузили уже вагоны и увезли в россии а чехове я недавно читал что вроде бы гроб привезли но просто на станции здесь из одного поезда перенесли в другой то есть может быть и так и тогда точно данных не что такой версии есть всякие версии но чтоб точно это нет нету такого нету такого потому что говорят что много говорят но но насчет до интернет тургенева это безоговор есть воспоминания кстати современников можно почитать описано это тоже история 1918 году до 28 года тут была наша литовская литовский молились литовский храм католический католический литовский краб почему потому что нашего храма еще не было его построили только 1928 году и тогда когда построили уже храм двадцать восьмом году опять православом отдали отдали опять православом и она как была при строительстве после построения так и сейчас она есть но конечно там покрашена иначе чуть-чуть и так далее иконы тоже те же самые остались и так этот храм единственный в этой истории нема носа и к у нас там и так далее так далее хотя бы в литве храма православия есть довольно но в другой части до на другой части и самая и говорят что самая красивая она небольшая но самая красивая в этой литве сейчас но этой стороне нема носа если посмотреть с вертолета или дрона это будет там вид греческого креста сверху греческого креста тут происходит еще службы на проходит происходит служба но четыре-пять раз в месяц в месяц то что немного на на прихожан да вообще не приезжает с каунаса можно посмотреть на улице 3 3 которые вот тут плюс 3 есть их украли во время войны и только каких 15 лет тому назад у нас один слесарь сделал по чертежам по копии сделала тоже почти самое но некоторые уже там предметы уже другие потому что таких не было простым и и и и и и и мы так к финалу нашего путешествия подходим и в последнее время по традиции этот финал стараемся делать таким немного кулинарным с кулинарным акцентом или вкусами я предлагаю сейчас выбрать очу очуем слабые то есть прежде всего только раз принесли меню выбери выберем что нам понравится на обед потому что довольно разнообразная но на самом деле кстати на трех языках вы можете посмотреть блюда названы да но битас перед этим хотел вас еще спросить вы ведь были первым мэром начиная 90-го года после восстановления независимости литвы город на ваших глазах и и и и вашими руками в том числе как бы развивался жил сегодня 2000 на дворе 2024 год как как сейчас живут в барты люди вот о людях если поговорить со мной довольно трудный вопрос потому что девяносто первом году 90-м году девяносто первым году люди имели все работы работу умели все хотя бы работу могут получить и сейчас если очень захочет конечно есть люди которые не хотят работать есть люди которые работают и они будут все время работать если люди которые не работали не работают и не будет работать так и так что всякие есть но сам город и сами люди люди сейчас намного образованные тогда не было ли телефонов не было интернета информация была намного меньше. Сейчас все, если что-нибудь, значит, информации очень много, это очень хорошо. Сам город, сам город сейчас есть красивее, потому что хотя бы не столько денег ложит, ложим в город, сколько хотим, но все-таки время от времени какое-то дело делается. У нас проблема есть со старыми домами, которые уже сто и больше лет, они очень трудно ремонтируются, потому что очень большие капитальные уложения туда нужны, но этот вопрос тоже решится, потому что новые дома, которые многоэтажные, уже почти все капитально сремонтированы, и все люди довольны. Еще очень плохо, чтобы у нас еще в 91-м году жило в городе 7300 примерно, а сейчас осталось только 4400 людей по статистике. Так что молодежь уезжает, и это очень-очень плохо, я думаю. А молодежь едет в другие города Литвы, Вильнюс или за границу дальше? Едет очень много за границу, они не возвращаются, если возвращаются с деньгами, то, конечно, в Кибарта они остаются, и некоторые уезжают учиться, и точно не возвращаются, но некоторые возвращаются ночью, это очень малый процент. Еще один такой вопрос у меня в связи с нынешней такой довольно напряженной, естественно, из-за войны в Украине политической ситуации международной. Все-таки Кибарты на границе с Россией, Калининградская область, достаточно милитаризирована. Есть ли у горожан по этому поводу какое-то беспокойство, опасение? Поскольку по соседству находится страна-агрессор, по сути. И, в общем, не секрет, что и в литовских СМИ, в том числе, довольно часто в СМИ мы говорим о том, что есть определенная угроза, и, наверное, это тоже, естественно, жители Кибарты это видят, слышат, как вот вы видите изнутри, какие ощущения у жителей по этому поводу. Через Кибарты каждый суток проезжают около 250, примерно 250 грузовых автомобилей, в том числе еще приезжают и легковые автомобили. И мы видим русских людей, но они себя ведут спокойно довольно. Но то, что хочу сказать, что мы слышим очереди автоматов, слышим очереди пулеметом. Почему? Потому что полигон рядом, в Калинице, и мы слышим. Но мы как-то уже привыкли. Но, конечно, у всех есть опасения. В разговоре есть такие. Если что-нибудь, значит, это Кибартаи может потерпеть первым. Потому что это уже история так показала. Во время Первой мировой войны, в 1812 году, во время Второй мировой войны, все началось в Кибартае. Еще один такой момент. Вот сейчас вспомнился, когда вы рассказали о том, что Кибартаи два раза как минимум, по сути, равняли землей. Это Первая мировая война, потом Вторая мировая война. И потом люди его восстанавливали. Мы начали наш сюжет, наш разговор с вами, поездку сюда со знака нулевой километр. Мне кажется, он очень такой символичный в том плане, что он говорит о том, что всегда, какой бы там плохой ситуация ни была, вот все можно начать с нуля и все сделать. И Кибартаи вот тому пример. Когда город, в общем, практически исчезал, оставалось там 100 человек жителей, он, тем не менее, вставал на ноги, восстанавливался и развивался, и жил дальше. Это, наверное, самая такая, мне кажется, важная такая черта, если мы говорим о жителях этого города и о самом городе. Как вы считаете, как вам кажется? Я думаю, что это правильно. С нуля все началось в два раза. И, например, во Втором мировой войне, во время Второй мировой войны, жило тут всего 100 человек, больше так написано есть в документах, 100 человек, потому что все было разрушено. Очень тесные связи были с Германией, потому что границу мы все видели, и в то время, когда войска советские перешли границу, немцы начали дышать к нам. И тут еще у нас есть сейчас оставшие дети, которые наши приютили, и они еще тут живут. Конечно, они нам невецкого языка уже не знают, но мы знаем, что такие люди есть. Значит, дело есть, было очень, очень такое заботливое и очень серьезное. А эти столбы остались с тех времен, когда была тут, была почтовая дорога, и почту возили это с каретами. И как раз каждый километр, потому что счетчиков никаких не было, интернета тоже не было, значит, были столбы эти каждый километр, показывали, сколько километров отъехал уже от границы. А сейчас в городе, например, один стоит там нулевой, потом первые, это два столба остались еще. Ну, и значит, эти столбы еще остались, как историческая память. Так что мы их сохраняем, красим и так далее, и так далее. И гордимся, как эти столбы в городе еще два остались. Еще есть, это вот эти номерные знаки, да, о которых мы вначале начали говорить. Что ж, я предлагаю на этом тогда переключиться на меню, потому что к нам уже подходили и спрашивали, выбрали ли мы что-нибудь. И когда мы выберем, и все окажется на столе, мы обязательно вам все покажем, и даже, может быть, немножко расскажем. Что ж, друзья, как обещали, с Витасом решили заказать в кафе фирменное блюдо, которое здесь подают на обед. Любой может заказать это филе свинины с яблоками, запеченными под соусом, с сыром и майонезом. Вот, посмотрите, мы уже получили то, что заказывали. Сейчас продемонстрируем, что... Кстати, не часто действительно свинину встречаешь с запеченным яблоком внутри. Смотрите, как это выглядит. Достаточно аппетитно, интересно. Сейчас попробуем, как это на вкус. Уже картофель, огурцы и салат. Очень интересный вкус на самом деле. Так что, если будете рикебардой, обязательно заходите. Витас, приятного аппетита и спасибо вам за ваш рассказ и за эту встречу. Спасибо вам, что приехали. Очень интересно было показать, побеседовать. Так что, ждем в гости опять когда-нибудь. До новых встреч. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...